Я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Нашим людям только повод дай. Они с радостью отгуляют на полную и Новый год, и Рождество, и Старый Новый год, и даже Китайский. А почему бы и нет? Много застолья, как говорится, не бывает. Звезды в этом плане ничем не отличаются. Они с радостью отмечают каждый праздник. Да еще и так, чтобы все простые и смертные обзавидовались. Заграничные курорты, роскошные вечеринки, дорогие развлечения. Всем этим они не забывают хвастаться в соцсетях. Ранее мы уже писали, и я рассказывал о том, как знаменитости встретили Новый год и Рождество. На очереди Старый Новый год. Итак, Ольга Бузова, судя по скорости, с которой появляются снимки в инстаграме телеведущей, модели и певицы, она только и фотографируется на отдыхе. На праздник звезда отправилась в Таиланд, где проводила время с комедийщиком Тимуром Батрудиновым, чем вызвала слухи о новом романе. Елизавета Боярская, дочь главного мушкетера, поехала с семьей в Австрию, где наслаждалась впечатляющими видами и каталась на санях и лыжах. Светлана Хаченкова, талантливая красотка и трудяга, наконец решила немного отдохнуть. Такие снимки только-только радуют. Сергей Безруков, актер всех ролей, решил встретить праздник активно. Со Старым Новым Годом, дорогие мои хорошие. Отмечаем на лыжне. Пробежка, горячий чай, а главное прекрасное настроение, чего и всем вам желаю. Анна Нетребко, российская оперная певица, Старый Новый Год праздновала не менее пышно, нежели предыдущие праздники. Но теперь в кругу самых близких. Анастасия Волочкова, российская балерина, похоже, стала настоящей мальдивской русалкой. Каждый день она постит свои фотографии с отдыха, не особо стесняясь пикантных кадров. Максим Галкин. Галкин посчитал, что перемены можно начинать и со Старого Нового Года. Он решил избавиться от длинных волос и сделать молодежную стрижку. Юлия Ковальчук, певица, которая недавно впервые стала мамой, решила Старый Новый Год встретить в роскошном платье. Она выставила в своем инстаграме снимок, глядя на который можно убедиться, что звезда снова в отличной форме. Недаром существует столько шуток по поводу Старого Нового Года. Только в постсоветских странах, пожалуй, зимние праздники гуляет с конца декабря до середины января. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео.